Со времён Сэма Рэйми фильмы про Человека-паука прошли долгий путь, но не все детали прозрачны и понятны. К примеру, что за технология Морг? Почему Тони Старк был таким плохим боссом? И действительно ли Мистеррио мёртв? Мы углубимся во всё это, разобрав финал Человека-паука вдали от дома. На протяжении пяти фильмов Железный Человек был наставником Питера и личным образцом для подражания, взяв на себя то, что традиционно было ролью дяди Бена. И получился очередной фильм киновселенной, в котором очень много Тони Старка. – Ты меня не знал? – На этот раз Тони оказывается в центре сюжета ещё более впечатляюще, чем прежде – он не выдержал напора бесконечной энергии камней и погиб, и мир любит его за это. Очень много изображений с ним раскиданы по всем городам, начиная с улиц Нью-Йорка до каналов Венеции. Тони оставил гигантское наследие для Питера, чтобы тот пользовался его технологиями, и Питер должен научиться работать самостоятельно. Благодаря сверхсовременным технологиям Старк всё ещё следит за ним. Вместо того, чтобы строить доспехи по всему миру в стиле Эра Альтрона, Тони оставил снаряжение для Питера, которым явно напоминал ему о себе. Но Тони не демонстрировал склонности к героизму до совершеннолетия, а Питер ставил свою жизнь на карту ещё до того, как получил водительские права. В нём есть искреннее желание помочь, что главный злодей фильма, Мистерио, быстро нащупывает и начинает использовать против него. Есть ещё один аспект, в котором фильм опирается на наследие киновселенной. В этом фильме рассказывается о возвращении технологии ментально-органической ретро-граммы Тони Старка, сокращенно МОРГ. – Я должен работать на этом акрониме. МОРГ – это абсолютно продвинутая платформа виртуальной реальности, которую мы ранее видели в Первом Мстителе Противостояния. В тот раз она использовалась для демонстрации воспоминаний Тони Старка, к большому разочарованию создателя, Квентина Бека. Но это была не единственная технология Старка, которую использует Бек. Он также охотится за важной парой очков, которые ранее небрежно носил Тони во время событий Войны Бесконечности, и которые завещал Паркеру после смерти. – Я либо поставил эти очки, либо начинал ехать эту трубку. Но это же Тони Старк, и у него необычные очки. Основная причина, по которой Бек хочет их получить, заключается в их связи с мощным парком вооруженных беспилотников, способных создать иллюзию в Лондоне. Очки, по-видимому, также способны мгновенно подключаться к любому устройству, подключенному к сети, что является своего рода ужасающей мощью. И этим Тони занимался в очках всё это время? Следил за телефонами других людей? – Я знаю, что это удивительно. Тони неисправим – даже Эдит в оригинале расшифровывается как «Даже в смерти я герой». Но к тому времени, как Эдит начинает использовать Бек, чтобы напасть на Лондон с помощью иллюзии, состаётся впечатление, что более подходящим названием будет «Даже в смерти я думаю, я знаю лучше» и случайно подвергну риску миллионы жизней. Неудивительно, что многие старые сотрудники Тони ненавидят его. После манипулирования Питером, чтобы заполучить Эдит, Мистерио празднует победу с удивительно мощной командой. Этот отряд недовольных руководителей среднего звена объединяет одно – паршивые рабочие отношения с Тони Старком. Один персонаж, Уильям Рива, как оказалось, переметнулся на тёмную сторону к Мистерио, потому что Джефф Бриджес орал на него 10 лет тому назад в Железном Человеке. – Тони Старк был able to build this in a cave! Судя по всему, ему сильно в душу запал этот разговор. Помогая Мистерио во время его инсценированного столкновения с расплавленным огненным элементалем, Питер замечает некоторые странности в плане физики боя, когда его паутина отскакивает от невидимого предмета рядом с Колесом Обозрения. Питер закрывает глаза на Аномалию, во всяком случае, поначалу. Но он сразу понимает, что Мистерио всех обманывает, когда Эмджей случайно активирует проектор, который прихватило с собой с поля битвы. Они видят предварительно записанные кадры последнего элементаля. Увидев это, Питер понимает, что элементали не настоящие и что Мистерио нельзя доверять. После того, как Мистерио побил Паркера в первом противостоянии, тот возвращается для второго раунда, разработав для себя новый костюм прямо в стиле Тони Старка. Цель Питера во время последней битвы в Лондоне – уничтожить беспилотники, которые призвал Бек, чтобы создать свою великую иллюзию. Он собирается отключить армаду дронов, прежде чем те причинят серьёзный вред гражданским. Питер разбивает дроны Старка различными способами и один из самых захватывающих – это стильная цепочка электрических импульсов. И пускай эта технология может показаться новым дополнением к модернизированному костюму Питера, на самом деле она является пережитком первой версии, разработанной Тони Старком, которая предлагает гораздо больше способов убивать людей, чем нужно Питеру. В целом, этот заключительный акт показывает, что Питер учится доверять своей интуиции, особенно его чутке, которая вступает в игру во время последней схватки с Мистерио. Это также показывает, что он полностью понимает, какое доверие оказал ему Тони. Поняв, что Тони Старк на протяжении всей своей карьеры Железного человека совершал множество ошибок, Паук перестаёт винить себя за то, что дал Беку контроль над Эддит, и приступает к спасению мира. И если погружение с головой в опасность, чтобы исправить ужасные и угрожающие миру ошибки, не является наследием Тони, то что тогда? – Не плохо. Мистерио встречает свой конец благодаря настойчивости Человека-паука, когда тот сражается, будучи в меньшинстве и находясь под психологической атакой. К середине битвы становится ясно, что Питер победит, но вместо того, чтобы отворачиваться или убегать, Мистерио сохраняет спокойствие и начинает реализовывать загадочный план действий для чрезвычайных ситуаций. Питер приближается к Беку, разрушая его дроны и используя паучье чутьё, чтобы уничтожать иллюзию. Он также защищает себя от града пуль, которыми стреляют в него дроны, и одна из пуль поражает самого Мистерио – очевидно, смертельно. Но, конечно же, учитывая масштабы иллюзий Бека, невозможно не задаться вопросом, действительно ли он погиб. Есть немало доказательств из комиксов, чтобы ответ на этот вопрос начал казаться неоднозначным. Раньше Квентин Бек не только инсценировал собственную смерть, но также и другие преступники одевали на себя костюм Мистерио после Бека. Короче, у Мастера иллюзий много шансов вернуться в игру, так что может оказаться, что запасной план у Мистерио всё же был. После того, как Паук останавливает атаку, можно увидеть, как один из сотрудников Мистерио скачивает данные на флешку, прежде чем уйти с неизвестными намерениями. Подразумевается, что скопированные данные относятся к бою, в частности, записи с камер дронов. Но заканчивается это тем, что Мистерио обращается к людям в сцене после титров с помощью записи. Все знают, что Мистерио был побежден, и угроза, которую он представляет, миновала. Но история бедного Питера Паркера далека от завершения. Теперь Питер не сможет жить нормальной жизнью в школе, скрывая своё альтер-эго. Какой бы костюм он ни надел, ночной мартышки или железного паука, все уже будут в курсе, кто перед ними. И опять-таки в комиксах тоже был аналогичный сюжетный поворот. Ещё в дебютном для Мистерио выпуске, Невероятный Человек-паук номер 13, он изображает из себя борца с преступностью и заключает сделку с Джейм Джоном Джеймсоном, чтобы раскрыть личность Паука всему миру на страницах Daily Bugle. То, что мы видим после титров, является чёткой отсылкой на дебют Мистерио. В самом конце фильма Питер возвращается в Нью-Йорк, наконец начав романтические отношения с Эм-Джей. Впрочем, не только об этих отношениях он думает. У него также много вопросов к Хэппи Хогану и Тёте Мэй относительно их совместного статуса. После допроса об их любовной жизни Питер закатывает глаза и отправляется на триумфальную прогулку по зданиям Манхэттена и совершает заслуженный победный круг. Это несколько отличается от первых приключений Питера в Возвращении домой, где он в основном летал в чуть менее высоком пригороде Нью-Йорка. Но больше всего эти сцены полета Питера напоминают кадры из первых фильмов про Паука от Сэма Рэйми, в которых не было недостатка полетов по Манхэттену на паутине. Очаровательно, что Питер летает не один – он берет с собой Эм-Джей и пролетает с ней несколько кварталов. Судя по её взволнованной панической реакции, к этому ей придется привыкать ещё долго, но, несмотря на опасность, она всё равно выглядит счастливой. Если бы фильм закончился на этом, была бы счастливая концовка. К сожалению для Питера, сцена после титров говорит о серьёзных изменениях в его жизни. Теперь жизнь Человека-паука в киновселенной изменится кардинальным образом. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про киновселенную Марвел, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!